МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он только открылся, может быть, недели-две назад. Это проект по работе с молодежью с особенностями в развитии, либо молодежь, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации. Вообще такие клубные дома существуют, но в том контексте, что есть он у нас, все-таки он впервые. Что у нас такого необычного, в чем изюминка? В нашем клубном доме, так скажем, четыре таких хороших направления, куда заходит взрослый человек, оказавшийся уже после школы. И в этом клубном доме организовано для него абсолютно все. То есть это тренинговый центр по работе, прививание трудовых навыков. Допустим, закончили школу и дальше никуда не поступили, не закончили никакое высшее учебное заведение. То есть нет никаких таких трудовых навыков, чтобы можно было устроиться на работу. У нас социальное ателье по пошиву сенсорных пособий. Это гамаки, утяжелители, тяжелые такие жилеты. Это, опять же, тоже для детей по работе тоже с особенными детками. Это на ощущение телесно-ориентированного пространства. Мы прививаем эти трудовые навыки и также трудоустраиваем молодежь с особенностями в развитии. У нас там магазин женской одежды, опять же, прививание трудовых навыков. То есть это такой тренинг-центр по прививанию трудовых навыков. Все-таки, если мы говорим о каких-то сложных профессиях, то очень тяжело как бы и устроиться, но и прививать эти трудовые навыки. Какие именно молодежи с особенностями в развитии. А все-таки магазин, так скажем, по продаже, это ежедневно. Это хоть может быть продуктовый магазин, хоть вещи, хоть что-то. Поэтому прививание трудовых навыков именно продавцом, так скажем. И трудоустраиваем тоже мы там же. И 10% от продажи всей продукции, всех этих вещей, идет на абилитацию ребенка с Кустанайской области. Мы в Инстаграме проводим розыгрыш этого места, так скажем. И выигравший ребенок проходит у нас курс абилитации совершенно бесплатно. На втором этаже одна комната у нас такой телесной терапии, где они могут включиться, организовать свое телесно-ориентированное пространство. Там зал хореографии, музыкотерапии. И комната социально-бытовая, там, где они могут научиться заваривать себе чай, пожарить яичницу, погладить вещи, отдохнуть, поиграть в игры настольные, то есть коммуникативные навыки. Мы знаем, что наша материнская любовь очень часто какие-то границы делает деткам. Правильно? Почему? Потому что, естественно, нам хочется побольше ребенку дать теплоты и заботы, поэтому там не надо, я тебе поставлю чай, я тебе там пожарю яичницу. Уберечь от всего, да? Да, тем самым мы ограничиваем свое дитя, когда дитя уже становится, так скажем, полноценным взрослым, чтобы выходить в самостоятельную жизнь, не готов, потому что, ну, так скажем, элементарных навыков нет. Как появилась идея открытия этого клубного дома? Мы работаем с детьми с особенностями в развитии, то есть наш центр уже существует несколько лет, мы осуществляем государственный социальный заказ, у нас детки также есть те, которые посещают на абсолютно бесплатной основе. Детки растут, взрослеют, поэтому детки выросли, а куда дальше? Что делать дальше? И, знаете, лет с 12 у родителей возникает вопрос, что дальше? Потому что, в принципе, с 12 лет уже нужно готовить к такой самостоятельной жизни, но элементарно, я говорю, обслуживать себя и простраивать те самые коммуникативные навыки. Кто может к вам прийти, кто может обратиться? К нам могут прийти все, вся молодежь с особенностями в развитии. Опять же, повторюсь, молодежь, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, сироты, трудоустраиваем, трудоустраиваем, прививаем навыки. То есть это такой центр, где все-таки можно почувствовать себя как дома, где тебе помогут, можно просто побеседовать, можно просто собраться, чай попить, а можно и поработать. Работаете совсем недавно, да, всего две недельки, сказали. Уже какой-то опыт есть. Что-то уже можно рассказать о том, как проходит эта работа? Нашелся ли отклик в сердцах целевой аудитории? Пока наша целевая аудитория, это все-таки те воспитанники, кто у нас уже непосредственно занимается, наши детки, которые уже подросли. Сказать, что вот уже есть те, которые к нам приходят там лет 18, именно та самая молодежь, нет. Скажу так, что сложно оказалось все-таки работать, прививание трудовых навыков и трудоустраивать. Почему? Потому что, конечно, это мое мнение, камнями, надеюсь, меня не закидает, но все-таки сейчас наш город, я считаю, что готов помогать, трудоустраивать, что молодежь с особенностями в развитии, что оказавшаяся в сложной жизненной ситуации. Но не факт, что наша целевая группа готова работать. То есть сейчас готовы индивидуальные предприниматели помочь, трудоустроить, создать специальные социальные какие-то условия. Но вот с чем я столкнулась, мы хотели трудоустроить именно молодежь, оказавшуюся в сложной жизненной ситуации. и приходят, проходят 2-3 дня и просто пропадают. Хотя зарплата очень хорошая, то есть мы не ставим так, что они будут у нас бесплатной рабсилой. Нет, бесплатная рабсила нам не нужна, у них очень хорошая заработная плата. Но 2-3 дня поработали и пропали. 2-3 дня поработали и пропали. Да, и потом не отвечают на звонки, не отвечают. То есть вот, так скажем, знаете, нет готовности к этой взрослой жизни. Я понимаю, что все-таки все условия создавались и оберегали, и пытались помочь всячески. Поэтому не готовы. То есть нет таких взрослых поступков, ответственности. То есть даже вот так, да? Да, это сложно. Да, это помимо заработной платы, это же еще и опыт, да, который можно получить, научиться коммуницировать, получить дополнительные навыки какие-то. Ну, знаете, коммуникации все-таки у них есть. Если это мы говорим о молодежи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, то есть, допустим, это сироты. Но я считаю, именно все-таки трудоустройство, там, где тебя понимают, там, где не пытаются так залезть в твой внутренний мир или что-то копаться, искать, все ли нормально, все хорошо, ты пришел, тебя просто принимают таким, какой ты есть, для тебя максимально комфортные условия. То есть и питание, все-все это включено, и завтрак, обед, ужин. То есть мы пытались все-таки создать максимально комфортные условия, чтобы человек чувствовал себя комфортно. И все-таки в наше время я считаю, что когда, так скажем, молодежь выходит в свободную, так скажем, жизнь, свободное плавание, не готовы, все равно, правда, очень много соблазнов разных. И те, кто не получал этого всего, свободного полета, своего решения, еще чего-то, да, такого, то им очень сложно. Поэтому мы как раз-то и хотели, чтобы и достойная была заработная плата, что их здесь не обманут, потому что все равно сейчас тоже всякого полно, чтобы не обманули, чтобы достойная у них была, так скажем, жизнь. Но, говорю, готовности у них нет. Как же ее сформировать? Как заинтересовать? Как планируете работать дальше? Ну, наши двери открыты. Я думаю, что та наша целевая аудитория, кто хочет над собой работать, кто стремится к лучшим условиям и лучшей жизни, они однозначно придут. Мы только открыли свои двери. Знаете, интересно так, что интересуются больше других городов. То есть у нас в Инстаграме очень много вопросов и просят открыть такой центр в Астане, в Караганде. Но пока вот кустанайские двери не заработали, так скажем, в полную силу. Но я думаю, что это все придет, потому что если говорить о проекте по работе с маленькими детками, да, это у нас полустационар, дневное пребывание, то тоже, так скажем, Москва не сразу строилась. Сейчас у нас он работает в полную силу, мест нет. Если до этого мы не могли набрать, когда мы только открылись, то сейчас у нас проходит курс обилитации 34 ребенка, наши городские детки на бесплатной основе. То есть государство выделяет финансы. Я считаю, что это для родителей очень удобно. Поэтому пока те детки, которые выросли, которым уже 12-13 лет, я считаю, что это для них также очень хорошая социальная адаптация. Именно в 12-13 лет ребенку прививаются те самые трудовые навыки. То есть согласитесь, если ребенок растет, допустим, в семье с показаниями нормы, то, естественно, с него чаще всего требуют больше. А если наше дитя заболело, температура, мы уже все мамы начинаем обильно опекать своего ребенка. Поэтому как раз для нашей целевой группы это очень хорошо. Это наш отдельный блок, куда наша взрослая, так скажем, старшая группа ходит, и они там учатся складывать вещи, гладить, заваривать себе чай, нарезать, намазать хлеб с маслом. Я думаю, что маме тоже будет очень приятно, когда ребенок самостоятельно сможет себя обслужить. прям бытовые навыки, даже намазать масло на хлеб. Ну, вы знаете, элементарные бытовые навыки. Но моему сыну старшему 13 лет, и вот он, наверное, это как в 2 месяца научился, когда я поняла, что время пришло, и я обучаю других детей, тогда обратила внимание на своего старшего сына. То есть, опять же, тоже хотелось. Ну, ладно, там, то лето, то отдохну, то за школу устал. Да. Поэтому элементарные навыки, но я считаю, что они жизненно необходимы. Есть очень хороший фильм, вообще, который меняет мои взгляды на мир. Про ребенка аутичного спектра. Мама и ребенка не оказалось. То есть, отец, и пришло время, отец узнает, что ему осталось там, ну, там, месяц, допустим, он чем-то болен, да. И он понимает, что он не приготовил взрослый ребенок, не смог раздеваться, не мог раздеваться, не мог себя обслуживать. Элементарно он понимал, что если его не встанет, он покушать не сможет. Поэтому, так скажем, вот это вот, когда посмотрела фильм, тогда, вот так скажем, знаете, вот взгляды поменялись. Я понимаю, что жизнь идет, и наши дети придет в момент, когда они останутся все-таки без нас и без нашей вот этой опеки. Поэтому это все-таки такие очень жизненно необходимые навыки. Они очень простые, но без них мы никуда. Аналогичные клубные дома либо с другим каким-то названием по Казахстану есть? Или это опыт соседей? Нет, клубный дом существует. Я знаю, что у нас в городе клубный дом существовал. Организовывала его Кайгородцева Людмила Александровна, это общественный фонд «Молодежный открытый мир». И Сова Владимир Владимирович. То есть у них был клубный дом. Я не знаю, существует он сейчас или нет, но я знаю, что такой опыт был. Существует клубный дом в Алма-Ате, но там по работе с детками с ментальными нарушениями. Там детки с синдромом Дауна работают. Там клубный дом как кафе. То есть нет такого, чтобы было сформировано, там собрано несколько направлений, как вот у нас, допустим. А существует такой тренинг-кафе, где им прививают навыки, трудоустраивают. В Алма-Ате точно существует. Ну, конечно, за рубежом, я думаю, что таких, наверное, клубных домов побольше. Ну, вообще, знаете, очень интересно. Вот к нам на курс обилитации наши центры открыты по Казахстану в четырех городах Алма-Аты, Астана и Караганда. Ну, и наш кустанайский центр. И к нам приезжали на обилитацию с Канады. И Казахстан очень хвалят. С Канады? Да. Приезжали с Канады и говорят, что, да, в Европе есть принятие ситуации, принятие ребенка, помощь родителям, какое-то социальное сопровождение, работает психолог с родителями там. Ну, то есть принятие есть, но работы хорошие говорят, что нет. Не знаю, не была, но говорят так, что Казахстан очень хвалит, что у нас очень много продуктивной, у нас очень много НПО, которые работают, пишут проекты, открывают там и клубные дома, и тренинговые центры. То есть, ну, очень много работы проходит все-таки и с молодежью, и с детьми. Поэтому... Что в планах у клубного дома? Какое развитие дальше? Какие-то мечты, может быть, есть? Ну, вообще, моя мечта – это все-таки открыть столярный цех, то есть по производству оборудования. Есть сенсорные комнаты очень большие. А пока производят их только в России, в Сова-няне. И ценовая политика, она... Ценовая политика, ну, так скажем, неприемлема для, допустим, НПОшек, которые работают все-таки с детьми, с особенностями в развитии. То есть, ну, так скажем, очень дорого. Поэтому мне бы хотелось и трудоустраивать, опять же, молодежь, ну, и все-таки производить те самые сенсорные комнаты, вот эти вот пособия, те, которые стоят очень дорого. Хотелось бы производить для нашего рынка, на Казахстан, это все по доступной цене. Чтобы это было, так скажем, доступно и для родителей, и для центров. Но там больше ответственности, потому что столярный цех все-таки это правило безопасности. По высшей безопасности. Да, поэтому... Но, тем не менее, можно будет решить сразу несколько, да, вопросов. Еще вот очень важно, что у нас все-таки есть работа с детками с особенностями в развитии, да, существуют эти клубные дома, пусть они у нас в городе, я не знаю, сейчас у нас существуют или нет. То есть, очень важно, что нет комплексной социальной адаптации. То есть, мне бы, моя вообще большая мечта, чтобы для детей аутичного спектра открыть комплекс социальной адаптации. То есть, это дошкола, школа и прививание трудовых навыков и непосредственно трудоустройство. Вот и самая такая большая мечта моя – это все-таки открыть школу. Я думаю, что она у нас сбудется, и школа в Кустанайской области у нас будет. То есть, вот так вот поэтапно, да, они, как получается, на разных этапах жизни какая-то адаптация, реабилитация, да, проводится, выдергивается из определенной среды, да, потом какую-то получает какие-то навыки и опять как бы остается немножко в подвешенном состоянии, да. А тут получится от начала и до взрослой жизни. Да, до взрослой жизни. И, в принципе, когда приходит к нам ребенок, да, мы уже все равно становимся очень близкими, родными. То есть, очень многие дети выросли, а, допустим, я их знаю, ну, совсем маленькими. Поэтому хотелось бы все-таки, так скажем, довести то начатое дело до конца, когда я буду знать, что я спокойна, что там трудоустроен, что есть какие-то социально-бытовые навыки, что человек готов ко взрослой, самостоятельной жизни, что точно у него все будет хорошо. Потому что очень многие, кто становятся очень близкими, родными, ну, и хотелось бы, конечно, чтобы все-таки все складывалось хорошо. Где вас можно найти? У нас можно найти 1-я Кустанайская, 36А. Это район КСК. У нас есть там вывеска. У нас сейчас продлили, ходят все автобусы, 22-й, 2-й. То есть, в принципе, найти нас очень легко. 1-я Кустанайская, 36А. Лучше предварительно позвонить, либо можно заглянуть в гости, как на экскурсию? Нет, лучше предварительно позвонить, потому что работа идет, и не всегда хочется отвлекать и детей, и ту же самую молодежь. Это наш телефон, 54-92-20. И, в принципе, наверное, во всех соцсетях. Во всех Одноклассники и Инстаграм. Там вы готовы, я думаю, к диалогу, да? Из центра «Амалия», да, там наши странички, там ответят на все вопросы интересующие. Ну что ж, спасибо за интересную беседу. Желаем вашему клубному дому, конечно же, заработать в полную силу, чтобы целевая аудитория набралась. Спасибо. И с энтузиазмом влилась в работу, да, потому что сделано, ну, действительно много, и нужно, чтобы результат был соответствующий. Ну, а что касается более масштабных планов и мечтаний, я думаю, что они тоже обязательно осуществятся. Говорят же, главное еще и вслух произнести. Столько людей сейчас это услышали. Я думаю, что теперь, Екатерина, не остается никакого у вас другого выхода, кроме как реализовать задуманное. Спасибо за беседу. Ну, а вам, друзья, мне остается напомнить, что этим утром у нас в гостях была Екатерина Руф, директор Абилитационного центра «Амалия». Наша программа на этом не заканчивается. Впереди еще много интересного. Оставайтесь на нашем канале.